Ну выезжай, ну кииса, ну выезжай, я тебя выпихиваю, не мигать не хотят. Расскажу я вам, ребята, как Орос лоханулся. Клетка, 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 клетка. В этой клетке есть животное, должно быть. И какое животное? Животное, которое я, собственно, приручал, приручаю и планировал, собственно, приручать до момента, когда она уедет к новой хозяйке, хозяину, собственно, она пристраивается. Это клетка, это клетка людьки сельской. Сельская людька, она, собственно, здесь. И что, в чем я накосячил? Ну, во-первых, я хотел ей собрать клетку так, чтобы с ней можно было контактировать нормально, чтобы я мог везде руку засунуть, чтобы я мог ее отовсюду достать, потрогать, погладить, вытащить. Смотрите, зубы, во-первых, не забывайте, надо. И, как бы, я увлекся. Увлекся я. Вот. Потому что вот эта клетка, совершенно для контакта с животным, эта клетка прекрасна для крысы. И я подумал, что, ну, собственно, она нормально идет на контакт, я смотрю ей зубы, кстати, с зубами у нее вроде как проблем нет, ну, насколько я видел. Но фишка в чем? Как только я собрал ей клетку такую, ну, знаете, более норного типа, норная типа, это вот неправильно собранная клетка, в такой клетке крыс приручать нельзя. Чтобы приручать крыс, да, гамаки не должны висеть под потолком, потому что туда руку не засунешь, и она тебя укусит. Ну, если она еще не прирученная, они должны быть, ну, ниже. Они должны быть, естественно, ниже. Не должно быть никаких вот таких домиков, да, потому что домики, я тоже туда руку заснуть не смогу, и, соответственно, если крыса, например, находится там внутри, то, засовывая руку, она тебя укусит, ты не сможешь к ней подобраться так, чтобы не было дискомфорта для твоей кожи, шкуры, пальцев. И крысу можно было взять так, чтобы не пострадать самому. Так вот что? Так вот что? Во-первых, это видео, скорее всего, будет без крысы, потому что вы ее не увидите, ну, точнее, как я, конечно, могу и все вот это вот вытащить, показать вам ее, но... 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 Но Людька наверху, вот, была только что, была только что наверху, теперь она, не знаю где, она куда-то ушла. Так, она ушла куда? Да, Людька... А, ну да, вон, вы видите ее фост. Вот, в общем, в чем косяк. Если в верхней гамаке еще как-то ее можно, ну, спустить вниз, то есть она сама спускается, то вот эти два нижних гамака, это мое проклятие. То есть вот этот гамак и вот этот домик. Потому что... Ага... Вот Люсечка, вот она, солнышко моя, вот она, моя красивая крысочка. Да. И когда к ней пытаешься подойти, крысочка знает, что, да, что у нее есть норка, прекрасная, великолепная норка, в которую можно спрятаться. Соответственно, убежать от злого дядьки, который пытается до нее докопаться. Вот она, вот. А если у крысочки появился домик, в котором она может спрятаться, ее оттуда не могут достать, крысочка начинает очень-очень сильно защищать данную территорию. Если до этого момента я мог с ней контактировать так, чтобы меня не покусали, то теперь мы выпендриваемся. Чего такое? Где там косивый нос? Он, лазюки смотрит на меня. Ну, там темно, потому что меня не отсвечивает эта камера. Кот еще хоть орет постоянно. Я сейчас попробую, чтобы фокус был. Сейчас меня покусяют. Кусять будем? Кусяться. Давай, кусяться. Зенечка, зенечка, кусять папу будем? Давай, ном-ном, деть. Ном-ном, давай, ном-ном, ном-ном. Где у меня кусяка на я? Где у меня кусяка на я, криса? Фокус пропадает, когда я туда засовываю руку. Лисичка, выйдешь? Не выйдешь. Дайте я, наверное, попробую домик убрать и показать, как она себя ведет. Да, чтобы без домика с руками. С моими. Ну, давай, выезжай. Ну, выезжай. Ну, киеса, ну, выезжай, я тебя выпихиваю. Не, говорит, не хочу. Давай, я ее по зёбе там, по дёпу выпихиваю. Давай, выезжай, 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 выезжай. Сейчас я уберу у него домик этот, вот этот вот. Потом я ее верну. Но пока я хочу вам ее показать. Вот этот вот гамак, вот этот гамак, вот такой, вот он выпал. Крыса выпал. Это тоже, ну, вот видите, видите, что происходит? Видите? Видите, что происходит? То есть, у нее очень много мест, в которые она может убежать. И, соответственно, вот туда наверх, вот туда наверх, у меня доступа нет. Мне-то, в принципе, пофигу. Я собираю клетку для того, чтобы крысе было удобно. Но приручать ее так, это такое себе. Девай, девай, пусть Катя, пойдем обсяться. Не, говорит, не буду. Вот видите, что она делает? То есть, любое движение, любое движение мое, попытка с ней контактировать, она встречается этим убеганием. Привет. Давай, давай обсяться. Пойдем обсяться. Давай обсяться. Сдяяствуй. Сдяяствуй. Не дяяствуй, моя крыса. Дяяствуй, моя сенечка. Причем, заметьте, она не боится меня. Но из-за того, что я пытаюсь контактировать, а она не хочет, она, да, вот-вот, 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 наверх, сейчас пойдем туда убежим. Потом еще посмотрим, куда можно слинять, она еще туда слиняет. Так, соответственно, что я хотел сказать, вот эти гамаки должны висеть ниже, должны висеть ниже, хотя бы вот на этой штуке, чтобы я мог туда руку засунуть. И вот этого гамака нижнего быть вообще не должно. То есть, нижняя часть клетки должна быть полностью в доступе моем. Но, в общем-то, выйди-то оттуда. Ну, что ты, вот что ты такая противная крыса? Ну, вот давай, давай кусаться, давай. Давай, кусяться, кусяться, кусяться. Давай, кусяться. Ну, мне же тебя показать надо, ну, надо же тебя показать. Ну, такую противную Люську показать надо. Ну, вот еще и кадр, еще ничего не видно. Ну, Люсьенька, ну, маленькая моя. Ну, девочка, ну, девочка. Ну, я же глядить хочу. Ну, очень хочу глядить. Ну, очень. Ну, глядить же надо. Ну, крыцу же надо. Не надо гладить крысу. Ну, в общем, ребятки, во-первых, ее еще надо показывать ветеринару желательно. У нее вроде как с зубами-то все нормально, ну, плюс, как бы она кусалась, и кусалась нормально так. Так что, если есть желание проспонсировать ее поездку к ветеринару и посмотреть, как я ее сюда свожу, то все, собственно, финреквизиты вы знаете где, внизу в описании. Да, и если есть желание помочь приюту, то все тоже там же, это всегда надо, сейчас это реально очень надо. Собственно, вот такая вот Люська, немножко поговорил, и я сейчас верну обратно домик. Тетя Макриса, да ну вас их нафиг.